МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии дневной выпуск информационной программы Республика, студия Юлия Важенина. В Чувашии завершилось формирование правительства. В его составе 6 новых министров, которые возглавляют Министерство сельского хозяйства, природы, транспорта и дорожного хозяйства, социальной политики и труда, спорта. Новое назначение в Министерстве культуры. Указом главы Чувашии исполнять обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела нашей Республики будет Константин Яковлев. Его хорошо знают в Чувашии. Уже много лет он возглавлял Чувашскую национально-культурную автономию в Республике Татарстан. Входил в Совет президента Татарстана по национальным вопросам. Я хотел бы здесь отмечить, действительно, большое количество Чуваши у нас в регионах проживает. Крупные регионы, это Башкатарстан, Самара, Ульяновская области. На сегодняшний день, я думаю, там тоже построены положительные такие опыты есть. Но есть некоторые вопросы, которые, я думаю, сегодня совместно с Министерством культуры тех регионов. Я думаю, мы наладим тесно такие взаимоотношения. То есть не будем проблему, интересы наших соотечественников решать. Несмотря на то, что Константин Яковлев до последнего времени жил и работал в Казани, в нашей республике он хорошо известен. У него много друзей и партнеров в культурном сообществе. Кроме того, Константин Геннадьевич уже не первый год является вице-президентом Чувашского национального конгресса. За что бы он ни взялся, всегда сделает честью, достойно, на высоком уровне. Он много работы ведет в Татарстане, прежде всего. Он является там председателем Чувашской национальной культурной автономии более 10 лет. Уже имеет очень богатый опыт работы в развитии межнациональных культурных отношений. 10 лет он уже руководил проведением сечувашского праздника УЯВ. Там и наш глава республики Михаил Васильевич был, и председатель государственного совета Юрий Алексеевич Попов были заместны с главами Татарстана, председателем кабинета министров. У него очень хороший организатор способностей. Я считаю, что это хорошая находка. Я уверен, что он будет хорошим модератором или, как скажем, организатором вот как раз в Министерстве культуры и развития межнациональных отношений. В единый день голосования 13 сентября были выбраны 3764 депутата во все представительные органы власти. Уже прошли собрания депутатов и во всех муниципалитетах избраны главы районов и городов. До конца октября должны быть назначены главы администрации в 26 муниципалитетах республики. Сейчас конкурсные комиссии проводят соответствующие процедуры по отбору кандидатов. Сегодня Михаил Игнатьев обсудил эту работу с руководителем администрации главы Чувашии Юрием Васильевым и секретарем Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Николаем Маловым. На встрече обсудили, как в конкурсных комиссиях идет работа по подбору кандидатов. Сейчас такие комиссии работают в 19 муниципалитетах. Сегодня работаем планово. Никаких срывов мы не ожидаем и никаких угроз не ожидаем. Из 26 районов и городов у нас у 7 глав администрации сроки контракта не закончились. В 19 муниципалитетах у нас будут где-то новые лица, где-то кто доказал свою деятельность, свою эффективность в процессе управления районами и городом, они останутся при должностях. Политика подразумевает борьбу определенную, но то, о чем мы сегодня с вами говорим, конечно, это нельзя политизировать. И поэтому со всей полнотой ответственности, еще раз хочу сказать, мы ищем по каким отбор критерий делаем. Это профессионализм и ответственность. Так как за этим стоят люди. И поэтому нет стремлений, чтобы обязательно был член партии «Единая Россия», хотя у нас достойных очень много. И во главу ставим вот этот критерий профессионализма и ответственности. Глава Чуваши подчеркнул, что люди, идущие во власть, должны понимать, какая ответственность на них возлагается. Наша с вами задача, прежде всего, создавать конкурентную среду. Чтобы на самом деле собрание депутатов района, города или сельского поселения могли через конкурентную среду подобрать сильных глав администрации, которые будут иметь исполнительно распределительные функции, которые будут заниматься вопросами жизнеобеспечения, прежде всего, жителей своих муниципальных образований. До 27 октября все конкурсные комиссии должны определиться с кандидатурами на должности глав администрации. Татьяна Молкова, Андрей Шоклев, Республика. Перспективы и проблемы предприятий тяжелого машиностроения глава Чуваши Михаил Игнатьев обсудил с руководством концерна «Тракторные заводы». В разговоре принимали участие вице-премьер Михаил Резников и министр экономического развития Владимир Аврелькин. Глава Чуваши кратко рассказал об участии в международном инвестиционном форуме. Дискуссии на его площадках были посвящены вопросам кооперации крупного и малого бизнеса, консолидации мер господдержки импортозамещения. По теме сельхозмашиностроения будет отдельное заседание правительственной комиссии. Это, наверное, в феврале 2016 года. К этому нам всем подготовиться надо. Поэтому наша задача, надо ли с вами подготовить свои предложения, ибо не каждый завод сегодня занимается производством сельхозяйственной техники. Руководитель концерна Михаил Болотин заметил, сейчас сложилась благоприятная ситуация. Рост курса валют и санкций вынуждают хозяйствующие субъекты искать партнеров в своем отечестве. Заказов у наших тракторостроителей достаточно. Не хватает оборотных средств, поскольку мало кто из аграриев может работать по предоплате. А банки не очень охотно дают большие кредиты на длительные сроки. Проблема дефицита денежных средств одна из самых острых в России. И решать ее необходимо на федеральном уровне. Со своей стороны правительство Чувашии готово принять все меры для поддержки городообразующих предприятий. В Чебоксарах огласили приговор экс-директору Чувашской энергосбытовой компании. Уголовное дело в отношении Михаила Шурунова расследовали в региональном управлении ФСБ. Следователи доказали, что на протяжении нескольких лет он похищал со счетов предприятия крупные суммы. Дело бывшего руководителя Чувашской энергосбытовой компании в суде рассматривали в закрытом режиме. Журналистов допустили только на оглашение приговора. В управлении ФСБ доказали, что за все время своей работы на посту генерального директора ЧСК он присвоил себе более 13 миллионов рублей. В 2008 году экс-руководитель заключил договор с одним из закрытых акционерных обществ. Причем Шурунов понимал, что его предприятие на тот момент в услугах не нуждалось, отмечают следователи. «Нерцепольно-служиваемое положение путем составления эффективных договоров с различным родом компаний с целью якобы оказания услуг и соответственно вывода обналичивания денежных средств. Это по 159-164-2 эпизода на сумму свыше 2 миллионов рублей и на сумму свыше 9 миллионов рублей. По причинению совершенных мошенниче в отношении Чувашской энергосбытовой компании эпизоды были предъявлены с 2008 года по 2011 год». Были доказаны и другие эпизоды. Шурунов составил фиктивный договор о трудоустройстве в Чувашский энергосбыт своей жены. На деле женщина там не работала, хотя на протяжении полугода получала заработную плату. Ей успели начислить более 700 тысяч. «Свой мошеннический след Шурунов оставил в другом регионе. Будучи директором энергосбытовой компании Башкортостана, он неоднократно оформлял документы на служебные командировки в Нижний Новгород. Но следователям удалось доказать, что в этот город он выезжал не по рабочим, а по личным делам». До последнего Шурунов надеялся на условный приговор, свою вину он признал полностью и даже возместил ущерб. Хотя в зал суда все же пришел с сумкой, наполненной вещами. Интуиция бывшего директора не подвела. «Суд приговорил Шурунова Михаила Юрьевича признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей из 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и взять под стражу в зале суда для вступления приговора в законную силу». Михаила Шурунова приговорили к 4 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Половину назначенного срока он уже провел по домашним арестам. Будет ли он подавать апелляцию на решение суда, пока неизвестно. В рамках окружной научно-практической конференции нейрохирургов прошла показательная операция по удалению межпозвонковой грыжи эндоскопическим способом. Ее провел профессор Южноуральского государственного медицинского института Данила Остапенков. Помогали ему хирурги нашего центра травматологии и ортопедии. В операционную пропустили и моих коллег. Межпозвонковая грыжа – довольно часто встречающееся заболевание. Причем за последние годы количество выявляемых случаев возросло в три раза. Соответственно, увеличилось и число операций. Все чаще врачи прибегают к малотравматичным вмешательствам. Мы не формируем в позвоночнике новых отверстий, в отличие от традиционной технологии. Мы используем уже имеющееся отверстие межпозвонковое. Оно довольно узкое, но с помощью специальных инструментов мы его подготовим для хирургии. Расширим, установим туда рабочий порт и через порт заведем оптику. Оптика снабжена рабочим каналом, через который мы можем завести инструменты, коагулятор, удалить фрагменты. После удаления грыжи эндоскопическим способом пациенты, как правило, восстанавливаются значительно быстрее, чем после обычных операций. Уже к вечеру они встают на ноги, а на следующий день выписываются из стационара. Мы эти уже операции планируем уже начать выполнять к концу этого года самостоятельно. У нас вся уже почти что аппаратура имеется. И вот нам дальнейшее развитие и так далее поступит, поможет Данила Сергеевич, с которым мы будем сотрудничать. В операционной сам Данила Остапенков и хирурги Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В зале участники научно-практической конференции, нейрохирурги из всех регионов Приворского федерального округа. Они не только следят за манипуляциями, но и слышат комментарии коллег. Вот это вот, здесь у нас дорсальное отдело, дорсальное отдело, здесь у нас полударное отдело, здесь у нас вентральное отдело, и диск находится, диск находится вот тут. Вот тут находится диск. Впрочем, нас поражает темпы и качество развития здравоохранения в республике. Вот ведь впервые, один из первых в России у вас стал функционировать офтальмологический центр Федорова, да? Вот этот центр, где мы сейчас присутствуем, это вообще уникальное учреждение. Я знаю, что онкологический центр хороший, детский реабилитационный центр. То есть здравоохранение здесь развивает очень хорошо. И нейрохирургия в Чебоксарах, в частности, в Чувашии, является одной из передовых в нашем нейрохирургическом центре. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперин, Андрей Спиридонов. Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сейчас. Полная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова